уважаемые рыбы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 20 по 26 июня включительно что вас ждет в этот период информация подойдет и мужчинам и женщинам я вас всех приглашаю к своему столу события этой неделе мы будем рассматривать в общем самые важные моменты которых вам нужно знать касательно работы карьеры личной жизни рассматриваем ваше финансовое поле в общем ваши траты вложения долги и кредиты для тех кто не работает я беру отдельно карты рассматриваем внешний мир в отношении вас скрытые факторы что в них позитив или негатив подводим итоги этой недели смотрим какими для вас могут быть выходные дни берем для вас карту основного совета и традиционно сейчас вы можете загадать картам один вопрос желания карта которую я достану в произвольном порядке после основной выкладки всех карт и ответит на загаданный вами вопрос поэтому думайте о своем желании колода настраивается на вас вопрос должен быть всего лишь один думайте сегодня работаю на колоде вторую аркану а помогать нам будет аракул затменя колода полностью готова я делаю последний срез и мы с вами начинаем уважаемые рыбки все карты вашего расклада перед вами я приступаю к его чтению хочу заметить что в крест вашей судьбы выпало сразу два старших аркана эта карта умеренности и карта императора карта мужская поэтому если смотрит меня женщины очень много в этом периоде будет зависеть не только от вас самой но и от мужчины почему я говорю от вас самой потому что в центр выпала карта королевы жезлов и эта карта может говорить о том что в этом периоде вы будете проявлять свои лучшие лидерские черты характера для того чтобы в жизни что-то решить что-то поменять что-то сделать несмотря на то что в начало этого периода вы входите с настроением так себе потому что на начало периода выпла девятка мечей и она говорит о том что из-за чего-то вы огорчаетесь из-за чего-то очень сильно переживаете из-за чего-то волнуетесь карта может показывать душевные тревоги навязчивые идеи страхи внутри вас может быть кто-то подолгу не может уснуть о чем-то размышляет вы постоянно себя в чем-то корите вам все время кажется что что-то вы не так делаете или что-то не то делали в прошлом конечно карта может говорить о том что есть какие-то сложности семейного характера это что вы на себе чувствуете какой-то груз вины то есть карта показывает по факту самоизбичевание сами себя мучаете вот этими мыслями отпустите все негативные программы потому что это отражается на ваше общее и психологическое состояние и на ваше физическое тело вы можете чувствовать недомогание из-за того что очень много нервничаете карта может показывать общую усталость но это больше эмоциональная усталость скорее всего никаких важных дел вы не будете начинать с понедельника и эта карта не советует никаких важных дел не начинайте с понедельника отдохните соберитесь силами перезарядитесь вам нужно успокоиться быть более спокойными и уже на входящие события недели выпала замечательная карта туза жезлов которая говорит о том что долго вот в таком состоянии вы пребывать не будете вы все-таки берете свои эмоции под контроль и начинаете активно действовать если первая карта показывала пассивные действия то здесь я вижу активность вашу голову посещают какие-то новые идеи важные мысли очень много разговоров споров но это важные для вас разговоры и даже если это споры то тоже конструктивные с кем-то когда вы что-то обсуждаете то что вам интересно и приходите к истине да то есть спорах рождается истина у вас есть и люди которые будут вас поддерживать кому-то интересны ваши идеи поэтому старайтесь большее количество людей увлечь тем что важно вам то есть проявляйте инициативу это то что вы будете делать и кого-то вы за собой еще способны повести вашу жизнь также вмешиваются высшие силы потому что небеса дают вам поддержку у вас как будто бы земля горит под ногами все начинает настолько быстро запускаться меняться но в лучшую сторону для вас эта карта показывает огромную мудрость возрождение или перерождение после каких-то сложных жизненных ситуаций и в центр вашего расклада его самое сердце выпала карта королевы жезлов для женщин рыбок эта карта может показывать прежде всего вашу активность но не только эта карта может показывать любую другую женщину скорее всего темненькую либо коре глазую либо женщина огненной стихии это может быть овен лев или стрелец по гороскопу с которой вы будете очень тесно связаны возможно работой возможно еще чем-то но эта женщина выпала вам как в помощь как в карму в дружбу то есть от этой дамы идет позитив в отношении вас рядышком мы видим также мужскую карту императора это говорит о том что на вашу жизнь еще влияет мужчина мужчина и женщина важны какие-то переговоры ведутся с помощью мужчины что-то вы стабилизируете или тоже решаете какой-то важный вопрос потому что мужчина оказывается действия если меня смотрят женщины семейные то это не ваш супруг это может быть кто-то другой но и от вашего супруга тоже очень много будет зависеть и если говорить о конечном результате конкретно этой неделе то у вас в концу недели поднимется настроение вы будете чем-то очень довольны вы чему-то будете очень радоваться об этом говорит последняя карта но к этой карте мы еще дойдем сейчас мы перейдем к нашим семейным парам и посмотрим что у вас для вас выпала карта короля жезлов и карта старшего аркана умеренности очень много в паре зависит от мужчины мужчина старается делать все что от него зависит хотя может быть не все в его власти сейчас потому что вижу что очень много каких-то размышлений тоже сомнений также как и у вас вам не всегда легко друг с другом ваша вторая половинка уходит как бы немножко в себя но карты говорят о том что вы будете искать компромисс будете договариваться если меня смотрят женщины которые чему-то учатся вы пытаетесь развиваться ищите для себя новые знания ваш мужчина во всем вас готов поддержать если меня смотрят мужчины рыбы король жезлов показывает вас собственной персоной в семье и то что вы очень активный король на вас могут обращать внимание еще другие женщины но вы думаете о работе о делах для вас важно накопить или сохранить деньги потому что несмотря на то что вы способны зарабатывать я вижу что вы волнуетесь о том чтобы денег на все хватало но это довольно таки стабильное положение в доме во многом благодаря мужчине женщина тоже старается женщина тоже пытается что-то делать в доме могут быть ученики учащиеся как вы чему-то учитесь может быть карты показывают ваших деток и здесь показано что нужно еще кого-то поддержать того кто учится теперь перейдем к нашим свободным рыбками посмотрим что у вас для вас выпала четверка монет карта пажа жезлов и карта пажа чаш 2 пажа говорят о том что неделя будет суетливая хлопотно но вы все равно будете на позитиве волнение больше из-за финансов из-за работы даже если деньги у вас есть или были подкоплены ранее вам приходится тратить вы начинаете волноваться чтобы расходы не превышали ваши доходы чтобы удержать имеющиеся обе вот эти карты тоже могут показывать любые телефонные звонки встречи переговоры важную для вас информацию то что во что-то вы пытаетесь вникать что-то тоже инициируете очень много общения вы также может быть сами чему-то учитесь потому что карты показывают и образовательные процессы или то что вы чем-то интересуетесь вы очень способные ученики вы очень творческие люди но вам действительно чему-то еще нужно подучиться или в чем-то поднакопить опыт то что касается личной жизни знакомства вам по двум пажам обеспечены при том как вы можете проявлять инициативу так возможно вы кому-то нравитесь уже потому что кто-то по пажу чашка вам проявляет интерес карты могут показывать влюбленность заинтересованность душевные разговоры переписку предложения о встречах и свиданиях но вы здесь будете выбирать пока не спешите если вы уже с кем-то встречаетесь я не вижу чтобы человек который рядышком с вами мог вас особо обеспечить деньгами но то что здесь есть дружба влюбленность это однозначно от того как будет развиваться отношения во многом зависит от вас но для вас важно чтобы партнер был финансово обеспеченный стабильный и я так полагаю что у человека с которым вы встречаетесь или возможно будете встречаться есть какие-то трудности тоже по деньгам но это все временные моменты и ситуация может меняться потому что рядом с вами может оказаться такой же способный человек как и вы у тех у кого есть детки от прошлых отношений два пажа может показывать деток ребенка то что хлопот очень много связанных с детками но дети вас тоже в периоде чем-то порадуют может быть очень много расходов связанных с детьми но вы стараетесь вы где так развивать вкладывать в них деньги и правильно делаете хотя у вас не всегда получается но вы где-то даже пытаетесь сэкономить денежки придержать если говорить о женщинах рыбках то в этом периоде вам действительно нужно быть очень активной вам нужно быть в центре всех событий любых разговоров знать не только то что происходит в вашей жизни но и в окружении ваших ближайших друзей внешней мере то что может касаться политики то есть я вижу что вы женщина всесторонне развитая которая интересуется многим и вы способны где-то даже управлять своим окружением в дом финансов для вас выпала стабильная карта императора поэтому даже если меня смотрит женщины которые не работают мужчина сто процентов обеспечит вас деньгами или от мужчины идет помощь если меня смотрят мужчины это ваш доход это ваши возможности если именно в этом периоде кто-то из вас будет куда-то вкладывать деньги в какие-то проекты объекты во что-то новое замечательные вложения вас ждет большая удача поэтому действуйте я вижу что в чем-то будете немножко сомневаться но из внешнего мира к вам придет помощь в лице определенного человека с которым вы тоже будете дополнительно еще советоваться или консультироваться для кого-то эта карта может показывать человека как учителя как проводника для кого-то духовного наставника для кого-то психолога для кого-то таролога но для мужчин эта карта еще показывает вашу собственную интуицию которой вы должны прислушиваться если говорить им о женщинах то не снаряду что вы очень умная особо и очень практичная деловая женщина прислушивайтесь к советам которые вам дает мужчина рядышком и что-то с мужчиной вам нужно все время согласовывать то что касается внешней политики скорее всего вы от нее стараетесь абстрагироваться несмотря на то что интересуетесь вы просто от чего-то устали карта отшельника может показывать любые для вас образовательные процессы но возможно вы также задумываетесь карта может просто показывать ваши философские рассуждения о жизни а ее смысле вы пытаетесь кому-то помочь то есть по этой карте вижу что вы проявляете добродетель в отношении других людей и это взаимно вам также кто-то помогает или кто-то идет навстречу в скрытых факторах для вас выпала карта девятки монет карта старшего аркана колесницы и карта семерки мечей две прекрасные карты и одна не очень обе вот эти карты говорят о том что в ближайшее время вы стремительно идете вперед и в работе и в делах что-то будет налаживаться вас могут ждать какие-то важные дороги или встречи но тут же появляется чья-то зависть или то что кто-то может пытаться что-то решить за счет вас у вас может быть и прямой враг или враги но эти люди маскируют свои лица кто-то из-под тишка может наблюдать за вашей жизнью что в ней происходит что вы делаете как только у вас начинается движение тут же зависть злоба какая-то ненависть вы люди достаточно прямо линейные вы способны говорить в лицо то что вы думаете но вот этим людям явно что-то не нравится в вашем даже характере как будто бы все время вам кто-то хочет отомстить или кто-то думает о месте поэтому если вы знаете откуда дует ветер постарайтесь события предвосхитить или переиграть своих врагов на завершение именно этой неделе для вас выпла шестерка жезлов карта большой радости она говорит о том что выходные вы чему-то очень будете рады это могут быть любые важные известия любая информация как в письменной таки в устной форме это может быть важная встреча или важная дорога карта дорожная поэтому если вы запланировали дороги они у вас планированные на эти выходные поезжайте вам горит зеленый свет не важно чем дорога связана с отдыхом или с работой или просто вы с кем-то хотите увидеться я так полагаю что дома никто из вас сидеть не захочет потому что карта показывает выезд выход желание с кем-то встретиться или увидится и вот такой активный отдых когда вы совмещаете приятное с полезным пойдет вам на пользу и также эта карта говорит о том что вами кто-то восхищается не только вы довольны собой но и в вашем ближайшем окружении кто-то вас поддерживает на основной совет на эту неделю для вас выпала карта старшего аркана юстиции и она говорит о том что если у кого-то открыты судебные дела или что-то проходит через казенные дома либо что-то в неясностях ваш вопрос пока по-прежнему останется открытым в него еще нужно будет вносить коррективы вам нужно будет общаться может быть с людьми квалифицированными вашем вопросе это могут быть адвокаты и юристы важные консультанты по этой карте в отношении себя вы хотите восстановить справедливость но эта карта говорит о том что если вы хотите справедливости в отношении себя будьте также справедливы и адекватны в отношении других людей то есть карта показывает карму исправление каких-то ошибок и даже если в последнее время в вашей жизни что-то было не так то это не случайно также эта карта может говорить о том что возможно кому-то из вас нужно привести в порядок определенные бумаги или документы с кем-то заключить или перезаключить договора и это может касаться чего-то нового в вашей жизни или в жизни ваших деток давайте возьмем все-таки дополнительные карты для тех у кого есть основная работа и для тех кто не работает вообще для тех кто не работает вообще карта императора все-таки говорит о помощи мужчины поэтому без денег вы не будете для тех кто работает для вас выпала карта четверки чаш меланхолия размышления желания отдыха может быть вам кто-то предлагает что-то интересненько по работе но вы не спешите принимать чьи-то предложения если вы почувствуете усталость в какой-то момент то отдохните а потом уже с новыми силами приступайте к делам потому что я вижу что этот отдых будет необходим давайте для вас возьмем еще одну карту совета карта рыцаря жезлов показывает активность впоследствии может быть то что вам кто-то пытается помочь либо кто-то к вам идет с интересными предложениями сотрудничество эта карта может показывать и деловые дороги переговоры встречи поездки тоже благоприятные поэтому заработать вы сможете для тех кто не работает что нужно знать вам для вас выпала карта пятерки монет к сожалению пока работу найти очень сложно да вы затруднениях финансовых вы расстраиваетесь вы немножечко отчаиваетесь но не стоит я вижу что помощь придет хотя вы на это уже не надеетесь для вас выпала карта башни такое чувство что все против вас даже если в этом периоде и попытаетесь найти работу вас могут ждать отказы давайте возьмем для вас карту совета на совет выпала карта королевы монет это может быть женщина с которой вы будете советоваться по работе либо женщина которая вам поможет найти работу либо женщина на тот момент пока нет работы у вас поддержит вас финансово если говорить о женщинах рыбках то работу вы найдете но хорошую работу но немножечко позже тут нужно время ну а теперь давайте откроем карту вашего желания посмотрим сбудется ли она и на ваш вопрос выпала карта старшего аркана дьявола одна из самых сложных карт в колоде 15 старший аркан говорит о сложностях ваш вопрос можно решить то есть по факту эта карта дает ответ да но она говорит о том что есть помехи со стороны определенных людей и для того чтобы выиграть что-то или получить то что вы хотите возможно вам придется пойти на какие-то уловки хитрости интриги коварства или ложь может быть в отношении вашего вопроса вас кто-то сознательно вводит заблуждения если вы задали такой вопрос обманывают ли меня эта карта говорит да если вы задали вопрос если у меня магические способности эта карта говорит да но в плане черной магии если вы задали вопрос если на мне магический негатив Конечно, да. Эта карта показывает магию. Я так полагаю, что вопрос для вас большой важности, так как это всё-таки старший аркан. Но, скорее всего, в отношении вашего вопроса вы от кого-то ещё зависите, от других людей, от каких-то обстоятельств. Возможно, вам приходится принимать чьи-то условия. Если вы задали вопрос, выиграю ли я суд, в таком случае карта даёт ответ «нет», потому что она говорит о том, что у вас очень сильный оппонент, человек, который идёт на любое коварство, лишь бы только вас наказать и не дать вам выиграть. Или, например, вернут ли мне деньги, да? Вот кто-то мог задать вопрос. Карта говорит о том, что вам будут рассказывать, обещать, обещать золотые горы, что у них пока какие-то сложности, но всё хорошо, всё под контролем. Это не так, это ложь. Идёт сознательное оттягивание по расчёту. И люди явно вообще не собираются рассчитываться. Ну и также эта карта показывает любого рода внушения, когда вам кто-то что-то пытается внушить или вас зомбируют. Если, например, вопрос касался политики. Вот такая интересная, неоднозначная карта. Если вы задали вопрос, могу ли я хорошо заработать, эта карта говорит, да, заработать сможете. Но это могут быть неофициальные доходы, либо какие-то рискованные для вас сделки, связанные с большим риском. Ну, примерно так. И давайте возьмём ещё три дополнительных карты из Оракула Затмения и спросим, что ещё вам было бы интересно знать в этом периоде. Давайте посмотрим. Возле вас и возле вашего дома стоит очень мощный ангел-хранитель. Может быть, это защита, но может быть, вы раньше, кто-то из вас ставил определённую защиту, заказывал определённые ритуалы, чистки. Или у вас настолько сильная вера, что настолько сильный ваш ангел-хранитель, который поддерживает не только вас, но и вашу семью. С одной стороны. С другой стороны, выпала карта крыс. Очень много нервов из-за дома, из-за семьи. И то, что касается близких людей, вы очень многих любите. Вы способны делать широкие жесты, помогать. Но ваша же родня неблагодарна, может пользоваться вами. Потом вас же ещё могут обсуждать, обвинять. В доме, в быту карты показывают какие-то бытовые поломки или сложности в понимании с близкими людьми, потому что у вас как будто бы на что-то сил не хватает. Но давайте возьмём карту дополнительного света. Может быть, у кого-то есть проблемы по имущественным вопросам, вы волнуетесь. Давайте возьмём дополнительный совет для женщин. Это карта князя. Карта показывает мужчину, который поможет вам решить ваш вопрос, касающийся дома или недвижимости, или вашей стабильности. Если говорить о мужчинах, для вас выпала карта сада, карта общественности. Она может говорить о том, что в ваш дом вхожа много людей или раньше ваш дом был открыт для многих. Но в ваш дом вносилось много грязи, энергетической грязи, потому что люди к вам приходили не очень хорошие. И сейчас в вашем окружении есть и люди, которых нужно было бы отсеять, отсечь от себя. Ну и родня у вас, скажем так, не очень. Вам как будто бы отдыха не хватает, сил на что-то не хватает. Для вас выпала карта метлы показывает конфликты, споры, но это может быть ещё какой-то общественный спор или конфликт из-за каких-то внешних факторов. Но по этой карте вы должны в чём-то суметь отстоять свой интерес, привести что-то в порядок. Неважно, дом это или работа, или отношения. Может быть, вам даже в чём-то нужно проявить жёсткость. Уважаемые рыбки, таким для вас был расклад на этот период с 20 по 26 июня. Пишите в обратных сообщениях, была ли эта информация для вас интересной и полезной. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто ещё не подписан. И я не прощаюсь с вами. Я вас всех жду в следующих недельных прогнозах. Всем удачи и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok